В различных соцсетях, да и просто на улице, меня часто спрашивают о деталях макияжа и просят сделать видео на какую-нибудь конкретную тему. Опадающее веко, худое лицо, тонкие губы или глубоко посаженные глаза. Сегодня так совпало, у модели как раз такие глаза. И я покажу одну из версий. И для начала использовал восстановительный крем от Excellence. И чтобы мои маневры пережили летний зной, я наношу базу от Merbless. Что-то среднее между увлажнением и сияющей невестой, но без хайлайтера. Скажу так, тон потом ляжет идеально, а тон сегодня от Ariflame. Вы же понимаете, просто нанести продукт из флакона как-то не совсем моя тема. Поэтому я добавил немного уже знакомого вам крема, чтобы сделать консистенцию тона более воздушной. Плотность сегодня не нужна. Особых проблем с кожей я не вижу. Поэтому последовательно маневрирую кистью и периодически промакиваю излишки тона любимой пуховкой. Что касается корректора, то легендарный тушик L'Out YSL всегда выручал меня. И похоже, его легкая текстура будет идеальна для, скажем так, кожи с легким намеком на зрелый возраст. Мои аплодисменты для модели. Право. Вы наверняка обратили внимание, что я довольно-таки часто повторяю базовые маневры. И высветление треугольника красоты один из них. Во-первых, это создает нужный объем. И во-вторых, позволяет минимизировать некоторые цветовые нюансы кожи. Следующий этап. Коррекция. Я искажу из того, что кожа склонна к сухости. Поэтому пудра для скульптирования не самый лучший вариант. И я выбрал свою классику. Кремовый карандаш от Annabelle. И кистью создаю мою вторую иллюзию. Точнее, иллюзию тени. С румянами та же история. Пудровый продукт не вариант. Карандаш возможен. Но вот помады будут идеальны. Я поочередно наношу оттенки от The One на любимую палитру. Смешиваю их в нужных пропорциях. Точнее, создаю оттенок, близкий к бокалу шампанского. И очень деликатно, подушечкой пальца, выполняю легкие маневры. Чуть интенсивнее, чем необходимо. Так как знаю, что пудры не избежать. Потому что у меня есть прекрасный продукт. Прозрачная пудра Дочка Пекаря. Как я ее называю от YSL. Которая обязательно успокоит любые яркие акценты. Я выполняю мой традиционный вайс пудроведа. И делаю его очень воздушно. Опять дилемма. С чего начать? Глаза или губы? Давайте сделаем так. Почему бы мне и не отвлечь внимание. И не перенести акцент на губы. Оттенок карандаша от Vivienne Sabo очень даже живенький. Так что я выполняю детальную прорисовку. С учетом возрастных нюансов. Стараясь сохранить натуральную форму. И снова смешиваю знакомые вам помады. Но уже в других цветовых пропорциях. И кистью очень аккуратно акцентирую губы. И пора бы уже перейти к моим основным маневрам. Все-таки разговор сегодня о глазах. Из палетки пупа я выбираю нейтральный оттенок с металлическим блеском. И наношу его на все подвижное веко. Выполняя широкую растушевку. Что дает отражение света. И затем, используя тот же карандаш от Annabelle, чтобы создать иллюзию тени не в складке, она уже есть. А на изгибе верхнего века. То есть визуально веко как бы выравнивается и создает меньше контраст. И конечно очень светлый оттенок с ярко выраженным металлическим блеском я наношу в саму складку века. Это помогает сгладить глубину. И как уже говорил, балансирует игру света и тени. Ну а Каял, куда же без него любимого. Понятно, что подчеркнуть ресницы и сделать их более выразительными просто необходимо. Это один из основных приемов макияжа для глубоко посаженных глаз. И бегудилка здесь появилась неспроста. Так как тушит Арифлейн прекрасно завершит все мои маневры. Здесь важно густо и равномерно прокрасить верхние и нижние ресницы. Не то чтобы моя любимая дюймовочка, но акцентирование ресниц одно из ключевых факторов этого макияжа. Чудо карандашом, точнее восковым стержнем от NYX выполняю натуральную прорисовку формы бровей. И стараюсь сохранить естественную мягкую линию. Затем чудо-щеточкой расчесываю эту красоту. И появляется не то чтобы вопрос, но наверняка многие из вас с ним сталкиваются. А бровки-то разные. Конечно можно и подровнять их ножницами, но... Я всегда исхожу из того, что любая деталь, даже если она далека от канонов, придает лицу индивидуальный характер. Визуальное состояние кожи позволяет применить классическую полировку. Дополнительное увлажнение точно не помешает. Распыляю вуаль-спрей от Max Factor и нежно проглаживаю лицо кистью. Напоминаю, это была одна из версий маневра для глубоко посаженных глаз. Удачи и красивых вам макияжей!